Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford End Россия. Завтра в 15.30 по московскому времени мы проведем очередной матч английской футбольной премьер-лиги против команды Sunderland. Sunderland, который находится на 20-й строчке турнирной таблицы, который отчаянно борется за выживание, ну если там еще есть, конечно, за что бороться, да. И Sunderland, в котором есть два наших старых знакомых. Это Дэвид Моис и Аднан Генузай. Дэвид Моис, естественно, является наставником черных котов, а Аднан Генузай находится в аренде в этой команде. Опережая ваш вопрос, сыграет ли Бельгийц против нас завтра, нет, не сыграет. Это предусмотрено арендным соглашением. Игроки, которые находятся в аренде в каком-либо клубе, не могут играть против клуба, которому они принадлежат. В данном случае Генузай принадлежит Манчестер Юнайтед и, естественно, против нашей команды он завтра не сыграет, что, безусловно, является потерей для команды Дэвида Моиса, потому что Енузай, несмотря на все свои проблемы, играет, ну, более-менее. Кстати, про Енузай. На пресс-конференции перед матчем Жозема Уриньо спросили, приняли ли вы решение какое-либо относительно Аднана Енузая, останется он в команде или нет? Жозема Уриньо ответил прямо, он сказал «да». Когда его попросили поделиться этим, естественно, делиться этим не стану. Он сказал «нет, делиться я с вами этим не буду». Но это еще не все. Интересно, что сказал Жозема Уриньо на своей пресс-конференции. Мы вернемся к ней чуточку попозже. Давайте взглянем на турнирную таблицу. Перед началом этого тура она выглядела вот так. Манчестер Юнайтед находится на шестом месте, имеет в своем активе 54 очка. Мы идем вровень с Арсеналом, но поскольку у них больше побед, да, и, собственно, поэтому они находятся впереди нас на пятой строчке. Ничего еще не потеряно, друзья. Два матча у нас еще перенесенных, и нужно играть, играть и выигрывать. На кону еще, на самом деле, очень-очень много очков. Забегая вперед, в этой таблице не отображаются результаты сегодняшнего дня игрового, да. Тоттенхэм там феноменально выиграл у Уотфорда со счетом 4-0. Там что-то невероятное творит команда Почетина. Я, честно говоря, буду очень рад, если именно они выиграют английскую футбольную премьер-лигу в итоге, а не Челси. Вот такое вот у меня отношение неоднозначное к синим, но во многом из-за отношений их к нашему тренеру. Потому что, ну, честно, неприятно, когда собственные болельщики, для которых ты так много сделал, тебя потом окунают в грязь и превозносят до небес того человека, который, в общем-то, первый сезон только работает в клубе. И еще ничего выдающего, собственно, не достиг, и у него трудностей-то вообще, можно сказать, что не было. Я сейчас имею в виду Антонио Конте. Ну, ладно, про Челси мы как-нибудь в отдельном выпуске поговорим. Кстати, пишите, будет ли вам интересно посмотреть отдельный большой выпуск, где мы порассуждаем о состоянии, об игре, может быть, об итогах сезона, о тех или иных командах. То есть, о наших главных соперниках, ну, топ-5, топ-10 английской футбольной премьер-лиги. Пишите, если, как бы, всем будет интересно, обязательно такой выпуск сделаю. Что еще можно сказать про Манчестер Юнайбер, про таблицу мы уже посмотрели. Новый контракт подписал Джесси Лингард с клубом, подписал его на 4 года, а с возможностью продления еще на год. Таким образом, Джесси пробудет в клубе точно до 2021 года, а с возможностью остаться до 2022. Друзья мои, хочется поздравить, честно говоря, очень хочу поздравить Лингарда, прогресс под руководством Мауриньо, да и при Вангале он, в общем-то, играл нормально. Да, Джесси это не супер классный футболист, это футболист скорее обоймы, нежели основы, но в отсутствии других вингеров, других игроков, Джесси это тот человек, который, кстати, помимо Златана Ибракимовича, забивает в финалах, и забивал он в трех финалах на Уэмблии, в которые выходил Манчестер Юнайтед. Поэтому заслуга Лингарда очень и очень большая. В успехах нашей команды хочется пожелать Джесси удачи и дальнейшего развития, чтобы он развивался еще больше, хоть ему уже и 24 года. Не очень радостная новость, ну, точнее, как не очень радостная, операцию перенес наш бывший форвард, я имею в виду, конечно же, Энди Кола, он перенес операцию по почкам, да, что-то с почками, там у него было не в порядке, по-моему, пересадили ему сейчас почку, и хочется пожелать Энди скорейшего выздоровления, операция для себя очень неприятна, тем более такие щекотливые, как с почками. Скорейшего выздоровления Энди еще раз и большого ему здоровья. Кто травмирован у нас, друзья? По-прежнему недоступны Мата, Смоллинг и Джонс. Я думаю, то, что мы не увидим их до конца сезона. И также не будут играть Руни и Янг. Янг травмировался в последнем матче 4-го числа с Эвертоном. Руни не играл какое-то время и выходил только минут на 5 или 10. Но, в общем-то, у Руни тоже какие-то проблемы с коленями. Может быть, сказывается возраст. Не знаю. Но Руни тоже хочется пожелать. И Руни, и Янгу, конечно, здоровья. Потому что, ну, Руни нам очень нужен. Несмотря на то, что он не играет ключевые какие-то роли в плане лидерства, в плане рвения и неудержимости, вот я увидел того самого Руни, который хочет за что-то бороться в матче с Вестбромвичем. Да, он там запорол классную атаку. Да, ну, то есть, как бы уже, когда время было на исходе, Руни начал там бодаться, швырнул кого-то в Торгию, якобы, по-моему, куда-то, и остановил тем самым контратаку Мачистер Юнайтед. Но этот лишь показывает в очередной раз, что Руни не остыл и хочет бороться за победы в матчах и за трофеи. И очень хочется, чтобы наш капитан еще сыграл какую-то значимую роль в успехах нашего клуба. Ну и возвращаясь к тому, что сказал Маурини на своей пресс-конференции. Мне кажется, он занял журналистов на все время до конца трансферного окна, потому что, когда ему сказали, что вот вы 10-9 или 10 игр на Ултрафор, 9 игр мы провели к ничью, потеряли очень много очков, Маурини упустился в долгие рассуждения и дальше сказал одну очень-очень хорошую вещь, за которую журналисты зацепятся, я уверен, и мы будем еще долго это слушать. И, возможно, что-то из этого является правдой. Он сказал, что если бы в Манчестер Юнайтед до сих пор был Хавер Эрнандес Чичерито, он бы уже сейчас на этом этапе забил бы 20 голов за сезон или больше, потому что этот человек обладает феноменальным чутьем голевым. Он предугадывает, куда полетит мяч, отскоки и так далее. То есть это человек, который забивает голы. Не очень красивый всегда, но вспомните только первый его матч за Юнайтед и гол в ворота Челси, который он забил лицом. Он ударил со всей мочи своей мексиканской себе мячом в лицо и от лица этот мяч отскочил в ворота к Петру Чеху. Так вот, я думаю, что журналисты будут очень-очень долго все это обсуждать, мусолить. То есть, если говорить серьезно, друзья, я не против возвращения Чичерито в нашу команду. И да, я не знаю, я, например, согласен, что Ван Гал допустил ошибку. Ну, точнее, как допустил ошибку. Этот игрок не подходил Ван Галу, но он очень бы подошел сейчас Жозе Мауринию. И если он действительно нужен и еще хочет и может, я уверен, что он еще может, то возвращение его в Юнайтед будет одним из самых желанных трансферов мною в этом межсезонье. Пожалуй, вторым после Антуана Гризмана. Но это все зависит, друзья, от того, останутся ли Руни и Златан Абрагимович в клубе. Двух таких фигур разом потерять было бы, наверное, неправильно, поэтому я думаю, что кто-то один все-таки уйдет. Но обо всех трансферах предстоящих мы с вами обязательно поговорим в специальном выпуске после окончания сезона, когда будет известно, будем ли мы играть в Лиге Чемпионов или в Лиге Европы. Я думаю, что если не в Лиге Чемпионов, то в Лиге Европы Юнайтед точно пробьется. Ну и еще достаточно много времени о том, чтобы это все обсудить и чтобы слухи материализовались какие-то. Давайте переходить к стартовому составу возможному. Итак, завтра, 9 апреля в 15.30 по московскому времени на телеканале Футбол 1 можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Сандерленд-Манчестер Юнайтед. Кто у нас будет играть? Я думаю, что схема будет 4-3-3 с Майклом Харрихом в опорной зоне. Но она немножко перевернута у меня здесь как 4-2-3-1, потому как я все-таки думаю, что мы будем больше в атаку играть. Я надеюсь, что мы будем больше играть в атаку, нежели в оборону. Итак, давайте к составу. Давид Дехи в оборотах. Отдохнувший Антонио Валенцией, я надеюсь, что вернется на правый флаг, потому что его очень не хватало в матче с Эвертоном. Центральную линию защиты составят Баи и Роха, но здесь без вариантов. Другого никого мы здесь не ожидаем, разве что Дейли Блинда, который еще от Ван Галла помнит, как там играть. Но, тем не менее, вряд ли. Я думаю, что именно его ариец и аргентинец оставят центральную пару защитников. Слева, вот здесь вот, или Блинд, или Люк Шоу, но я все же буду ставить на Люка Шоу, потому что мне он очень понравился в тех, ну сколько он, 20 минут с чем-то провел в матче с Эвертоном. Вот это веяние, скорость, не хватало нам такого на левом фланге. Справа у нас есть Валенцией, слева у нас нет Люка Шоу, и я уверен, что не будем его продавать. И все-таки он адаптируется к тем требованиям, которые предъявляет ему же Заму Ринью. И, собственно, траммайшли Янга для Люка Шоу как нельзя кстати, потому что Янг появлялся в последних, я не знаю, трех или четырех матчах. Возможно, Шоу воспользуется своим шансом на этот раз. Центральную линию полузащитников, я думаю, она будет выглядеть вот так. Андер Эререр и Майкл Каррик здесь, и Поль Пагба под нападающим, то есть треугольник повернут не вершиной вверх, а вершиной вниз, то есть ближе к воротам соперника. Ну и атакующая тройка Генрих Мхитарян, Златан Ибрагимович и Маркус Решфорд. Думаю, что именно так будет выглядеть, потому как Решфорд получил очень много комплиментов от Жозе Маурини за свою трудоспособность, Ибрагимович безальтернативный форвард на острие и Генрих Мхитарян, я думаю, справа будет лучше смотреться, чем тот же Джесси Лингард или Антонио Ларсьяль. Ну или, к слову, Лингард может выйти справа вместо Мхитаряна. Возможно, такой вариант. Возможно, вариант вот такой, что справа выходит Лингард, тогда Мхитарян перемещается сюда на позицию десятки, Пагба перемещается сюда, а Каррик перемещается на скамейку запасных. Возможно, что и без Карика мы будем играть, то есть с Мхитаряном на позиции десятки, Лингардом справа, Решфордом слева и Ибрагимовичем на острие. Но посмотрим, что выберет португалец, потому что против Сандерленда мы должны побеждать в любом случае. Впрочем, мы должны побеждать в любом случае были и Вестбромвич, и Бернли, и Стоук, и очень много команд в этом сезоне. Поэтому, ну не знаю, для меня будет интересно завтра посмотреть на матч, потому что Стоук силен своими, ой, Стоук, господи, Сандерленд, конечно же, силен своими контратаками, Джермен Дефо, очень опасный форвард, которого нужно будет очень и очень плотно опекать. Что ж, на этом все. Если вам нравится наш канал, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и рекомендуйте нас с вами, друзьям и знакомым, чтобы нас становилось еще больше и больше. Делитесь своим мнением и вопросами в комментариях, обязательно вам отвечу. Ну и пишите, конечно же, что вы думаете об отдельном выпуске, где мы будем разговаривать не про нашу команду, а про наших соперников. С удовольствием послушаю, что вы об этом думаете и сделаю выпуск, если вам это интересно. На этом все. С вами был Алексей. До новых встреч. Пока-пока.